Итак, сегодня у нас 17 ноября 2021 года. Я уже выехал на проспект Универсиады и мчу в аэропорт. А в аэропорт я еду по той причине, что ко мне прилетает Дмитрий Ленблок со своим замечательным дизайнером ландшафтным Ольгой. И Диму я пригласил на бомбический свой проект. Один по озеленению очень интересного участка с очень интересным домом в стиле хай-тек. Поэтому я выбрал самого лучшего проектировщика в стране. Это Дима Экостиль. И тем более в названии Экостиль есть слово Эко. А у меня компания Эко-Сити, что-то родственное. Так что все, время 9.20. Я мчу в аэропорт. Какие грустные, а? Чего вареные? Встали в триута. Я так понимаю, вас АМОС довез, да? Нет? А я... Это прошла кое-то. Слушай, ты заметил, я всегда опаздываю на неделю со скоростью. Старики уже. Все, короче, мы сейчас двигаем в Казань на объект сразу. Да? Ну сейчас договоримся обо всем. Машина нас садет. Все, мы с ребятами приехали. Ребята уже общаются с заказчиком. То есть уже начали полностью работать по нашему как раз объекту. Дима, Ольга. Первая беседа у нас на объекте. Один из преимуществ этого участка огромный. Это вот лес. Лес просто пушка. Особенно вот сейчас мы его посмотрим с крыши. То есть лес это просто какая-то изюминка вот этого места. Ну, собственно говоря, его заказчик поэтому и выбирал, что вот это примыкание, первая линия к лесу. В общем, у нас произошел первый этап ландшафтного проектирования. Это знакомство с участком, с клиентом. И вообще, Дима молодец. Мне очень понравилось. Прям, блин. У тебя голос такой божественный. Тебе надо в сексе по телефону работать. Вот честно. Я подрабатываю. А, да? Все, все. Это реально вот надо учиться, потому что не всегда вот надо вот это, как такое лидерство брать на себя, что-то крикливость вот это, чрезмерная вот эта активность. И вот этот мы, как это сказать, приемчик у Димы я обязательно слянусь. Вот. Оля, ну а ты вообще, ты как прораб. Так, прям так четко все это. Мне так понравилось. Кстати, очередной раз убеждаюсь, что на серьезные проекты действительно надо не бояться звонить коллегам там в Москву, в Петербург, там в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес. И именно крутую компанию. Крутую, знаете, не потому что они там дорого стоят, еще что-то, а именно люди с опытом и с качественными инженерными знаниями, которые как раз вот здесь мы обсудили, правильно? Потому что я вот сейчас даже сам, откровенно говоря, многие моменты вообще не знал, и я бы, наверное, сделал, как нам сказал архитектор там первый, да? Минус 7 сантиметров, все, от белого пола и фигачи там планировку, и нормально, и будем сажать. Все, а сейчас мы с ребятами едем в татарский Версаль, да? Сейчас мы там подсъемочку сделаем. Сейчас с ребятами переместились на один из моих садов, который я создал и обслуживал. Дима снимает. Это татарский Версаль. Вот, и сейчас вот как раз экскурсию делаю по данному саду. Знакомлюсь со своей уже агротехникой. Вот. Дима меня познакомил, что такое крутое общение с клиентами по проектированию, а я вот Диму знакомлю с боярочком, с леволисом, с татарским Версалем. Дима, как тебе татарский Версаль? Это хороший пример того, что лиственные деревья, кустарники могут прикрывать даже в зимнее время. Вот сейчас если под углом посмотреть, уже есть общая такая фактура. И я думаю, еще пару лет, если все это содержать в хорошей стрижке, то в принципе хорошая альтернатива туям для нашим соранам. Да, да. Туя не люблю. Абсолютно туя это ужас какой-то. Бич Татарстана это туя. Конечно, полеры так не прикроют, вот липы, да, там в зимний период времени. Но вот здесь, если посмотреть на боярышники и кузинники, то уже есть прикрытие. Да, да. Пошли дальше. Пошли, Дима, дальше, я тебе покажу экскурсию по осаду. В общем, а мы... Это не в Инстаграм. Мы сейчас с ребятами перенестились в плов. Мы перенестились в плов и сейчас будем кушать татарскую кухню. И Олю мы больше снимать не будем. Она сказала, пожалуйста, не надо. Мы будем снимать, но не будем. Все. Короче, что я сейчас узнал. Жалко, мы не снимаем, потому что Оля запретила видеосъемку. Все права защищены. И вообще, я считаю, я много говорю. Квадратик черный. Да, квадратик черный, черный, квадратик. Короче, представляете, Дима Лендблок. Я почему-то думал, что он в ландшафте, ну, занимается там эко-стилем уже лет 20. А оказывается с 2017 года, да? То есть это фактически 4 года. Нет, не 4. Ну, сколько? Сейчас 21. Ну, 5. Представляете, за 5 лет совершить рывок от просто любителя посадок голого корня ОКС до профессионала, который знает, что такое вертикальные отметки. Нет, ну, надо сказать, что 5 лет это уже такое штурвальное управление. Нет, штурвальное управление, да, эко-стилем. Потом я где-то с 7-го года, то есть я как рабочий, потом как бригадир, и это все было просто подработка-хоби. Вот так вот. Да, в 17-м году уже посерьезнее стало относиться к профессии. Потому что, вот, я знаю сейчас откуда название придумал Дима Эко-стиль, потому что он узнал, что в Татарстане есть компания Эко-сити, и ничего умного не придумал, как просто вторую часть названия поменять. Так у нас эмблема нормальная, в отличие от вас, от ваших туй. У нас же туй. Вообще это не туй, а елки были. Вот. 17-го июля было 10 лет компании Эко-сити. И мы пригласили компанию Эко-стиль на свой проект, который 5 лет. Вот имейте в виду, да, какой там руководитель и какой... Питать! Да, ну это я шучу. До этого мы занимались чуть-чуть другими делами городскими. Короче, Оля, как обычно, не снимается, но мы ее снимаем. Мы снимаем Олю, которую не снимаем. Да. Обратите внимание, новиночка Landblog. Как только мы заключили контракт на проектирование, они тут же дали первый ништяк. Снял. Шапку. Шапку, да, шапку. Сейчас мы идем гулять по Казани. Направляемся в наш прекрасный Кремль. Вот. И Кул Шариф. Оля у нас возмущается, почему у нас птицы настолько вредные, что они не оклевывают вот эти плоды, рябину. Если честно, я сам... Да, жирные, зажравшиеся птицы Татарстана, да, это называется? Да. Питаются только Эч-Почмаками. Они питаются только Эч-Почмаками, Чак-Чаком и Козылыком, да? Но я, кстати, вот раньше внимания не обращал, вот сейчас обратил внимание. Вот так надо фотографироваться, да, Дим? Смотри, вот так. Вот стоит. Фоткай. А мы по-прежнему гуляем, и мы не снимаем Олю, которая не любит сниматься в блогах с блогерами. А мы ходим, гуляем, вводим гостей по прекрасной Казани. Так, Дима, скажи, пожалуйста, три главных фактора успеха в ландшафте. Частость. Так. Трудолюбие. Трудолюбие и любовь к растению. Так. А есть какие-то удельные веса всех этих трех факторов? Чего должно быть больше? Меньше, поровну всех троих. Нельзя же... Наверное, трудолюбие. Трудолюбие. Это самое главное на первом месте, да? Не честно. Они на балансе. А, на балансе. Так, все. Есть же много ландшафтников, которые много работают, но нечестно работают. А, да. И даже в Татарстане есть такие персонажи. Скажи, пожалуйста, а в чем ты видишь главный успех компании Экостиль у своих клиентов? Ну, вот почему он состоялся, этот успех? Ну, потому что мы открыто работаем. Так. И самое главное, что идем навстречу клиентам не в каких-то дизайнерских вопросах, а именно в сервисе, в обслуживании, при реализации. То есть мы стараемся всегда себя поставить на место клиента. О, кстати, хорошее, исключительное качество. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть вообще конкуренция в ландшафтной отрасли? Ну, ладно. Раньше я так думал. Так, а сейчас ты понимаешь, что я думаю, в обратном порядке. Понятно. А как считаешь, рынок наш структурирован, вообще есть рынок или это пока что рой пчел? И пока кто что делает? Иногда даже я замечаю, просто я про себя скажу, что люди реально не ландшафтным дизайном занимаются, а просто зарабатывание бабла. Вот просто любыми средствами и целями, и ценами. Я больше вижу, наверное, со своей стороны, что больше фриланса, когда достаточно много творчества, опыта, и не хватает организации в реализационных вопросах. Вот. И, конечно, зарабатывание бабла, когда люди, как мы с тобой обсуждали, ставят C5-C7, сажаются в C3 с голым корнем, в общем, экономим бюджет. Да. И, кстати, я не знаю, можно это, нельзя говорить, но вот мне Дима сказал, что большую, большую часть средств он как раз инвестирует в развитие. Не просто тупо подняли деньги, попилили тут же, да, и так далее, а именно все-таки инвестиции. Я не знаю, можно говорить о твоих планах-то, нет, которые ты мне поведал, рассказал, а? О шеях есть. Не, 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 только говорили о великом, да, что надо в развитии, и такой сразу Porsche Cayenne, да? Нет, о том, что Дима строит, ну, у него уже есть база такая по, как это, отстаиванию растений, да? Ну, там больше она для организации труда. Да. То есть там дом для рабочих в первую очередь был поставленный. Вообще мы съехали с базы с арендной, с маленькой на 6 сотку. Ага. И в прошлом году буквально купили участок, то есть долго мониторили, долго в планах было, а в том году выбился вариант хороший по цене. Взяли 23 сотки, в них же сразу поставили вагончик, потому что там срочно у нас было выезжать, у нас ребята жили в голом поле. А к концу сезона мы уже построили дом на 90 квадратов и забор, скважин, туалет. Круто. В первую очередь, да, как бы, все-таки в работу. Хотя можно было бы пол Порше купить, правильно? Пол уже отложить на пол Порше, да? Ну, может быть, ушный какой-то. Ну, или фермочку для биткоинов, что-то сейчас там модное. Чем сейчас живет молодежь, главное, чтобы не работать. Да, смотри, контейнеры мы сейчас купили, для чего, чтобы лопаты хранить, а не первые. Да, 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 лопаты хранить, и чтобы там поставить платы, да? Да, да, да. Чтобы там было прохладненько всегда, да? Понятно. Вот такие планы у Димы. Так что ждите следующего включения. Я думаю над вопросами. Ты уже с базы, ты будешь. А, с базы, с базы, да. Едем же. В следующем году у нас как раз ангар, я думаю, будет готов. Притянку мы этой весной сделали. Сейчас наши экспериментальные сосны в ящики посадим. Может быть, в кашу, ой, ну, да? А, круто. Какие-то такие, может быть, закрытые мастер-классы проведем между собой. Все, все. Позовем наших парней худших. Да, да. Ну, и не только лучших, можно и самых худших тоже позвать. Пускай становится. Становились лучше, да? Так что все. Отлично. Планы есть. Все, главное иметь планы и цели. Отлично. Мы как инфо-цыгане, да, с тобой такие? Планы, цели, все должно быть по смарт. Главное стремиться к Порш Каену. Мне это напоминает бизнес молодых. Да, да, я там, я, к счастью, тоже. И Оля, которая не хочет сниматься. С нами тоже. А мы продолжаем наш блогинг. Мы сейчас с Димой, с дядей Димой зашли вот сюда. И что мы сделали? Мы купили. Мы купили воды. Пакет. Дали много-много воды и пакет. Она уже открылась. Да, да. Вот она с маски. И я сейчас хотел продемонстрировать Олю, которая не хочет сниматься, какая у нее маска. Вот, видите? Классная маска. Никакой. Мы усиленно не снимаем Олю, которая не любит сниматься. Она не блогер. А мы с Димоном блогеры, да? Нет, вернее, блогер тут один. Это Дима. Остальные так, имитация, да? Так, вы куда? Нам куда, вниз. Все, а мы пошли в гостиницу. Дальше. Вы выпытываете это. Секретики. Эко-стилевские. Блог, блок, лэнд, блок. Блог, блок, лэнд, блок. Блог, блок, лэнд, блок. А ты один? Да. Ты еще один. Так, а мы, короче, отмечаем успешный день. С нами Лос Элечес. Это мальбек, классная вещь. Дим, тебе понравился уже мальбек Лос Элечес? Классная вина, да? Давай, прекрасная. За Диму. Олю мы не снимаем, потому что ее нельзя снимать. Но она вообще здесь, но ее здесь нет. Татарская мудрость. Татарская мудрость. Она здесь есть, но ее здесь нет. Так что так вот. Завтра будет очень интересный день. Завтра, потому что дядя Дима поедет на один объектик, Боровой Матюшин, вот здесь недалеко есть, на Артуровский объект. И потом я их встречу. У нас торжественный обедик, да? После обедик. Потом, может, прогулочка. А потом уже мы дверь идем в аэропорт. Так что так вот. Сегодня 18 ноября. Сегодня второй день. Провожу с гостями. Вот такие мы подарочки им заготовили. У нас тут вот такой наборчик. Чак-чак. У нас тут толкыш королевый. И у нас тут, естественно, бугульмишка. На травах лечиться будут. Так что все. Время 12 час. Стартую. Сначала по объектам, потом к ним уже. Итак, я уже все мчу за ребятами. Боровой Матюшина. Они там с заказчицей пообщались. Все нормально. С Димой уже списались. Буквально через 10 минут у них будут. Везу с собой подарочки. Вон они. Оранжевенькие. Сегодня я на Дастере. Ну вот. Так что сейчас мы не мы, а я ребят соберу. И поедем мы обедать. Ну а потом уже в аэропорт. Скупая слеза. Обнимашки. Целовашки. Ну и отправлю мсквичей в свою Москву. Так что так вот. День развивается стремительно. Уже посетил с утреца два объекта. Ну вернее не с самого утра. Вчера мы отдыхали там в клубе. Поэтому на работу выехал только в 11. У меня сегодня там два объекта одновременно идут. Съездил. Все посмотрел. Все ок. Ну и все. Так что. Сейчас мы доску серость нашу разобьем. О чак-чак. И бугульмишку. Я им набор тоже бугульму запихнул. А наш блогинг-тур продолжается. Вчера мы совершили алка-тур вечерний. Вот. Совершен он был настолько круто, что я сегодня только в 11 вышел из дома. И почему-то я всегда отличаюсь так. Мне всегда с утра стыдно, что я не с утра езжу на работу. А потом я себя поймал на мысе, так я уже два года с утра не езжу на работу. И мне стало опять не стыдно. Короче, дядя Дима, у меня накопились в тебе вопросы. Это будешь рассматривать как интервью. Значит, первый вопрос. Рубрика вопросов. Да, рубрика этот, татарский вопрос. Вот. Надо везде слово татары добавлять. Короче, татарский вопрос номер один. Всегда человек, когда занимается какой-то деятельностью, им что-то движет. Правильно? Ну, то есть мы не рассматриваем вопрос денег. Это понятно, что всегда деньги нужны, ну, чтобы хотя бы какие-то низменные свои потребности удовлетворять. Правильно? Расскажи, а? Вино, чтобы было. Ну, да, да, вино, чтобы было хорошее, правильно? Красное, сухое. И карту выдали, наконец-то, в анатеке. А еще надо еще заслужить. У меня здесь сын пробки считал. Насчитали чуть ли не сто пробок, представляешь? За месяц. Еще год не закончился, а я уже норму перевыполнил. Кардиологическую. Ладно, мы не об этом. Вот хочу у тебя уточнить такой вопрос. Что тобой движет вот той деятельностью, которой ты занимаешься в ландшафте? И смотри, сразу поясню, ответ может быть философский. Вот обязательно не стесняйся, здесь все свои. Оля, если что, не стушит нас. Она греется. Давай. Ну, просто Порше хочу купить. Только это, что ли? Да нет, конечно. Но и движет. Вот я пару раз представлял себя без работы на месяц. Например, потому что я не в ландшафте. Или еще что-то. У меня сразу начинается какая-то депрессия. Почему? Потому что, ну, от этих мыслей просто уже ты сразу себя загоняешь в какое-то негативное дно. Почему? Потому что то, что мы делаем, это все-таки что-то такое благородное. Мы сажаем растения, мы создаем среду, мы создаем пространство для людей, которые старались, зарабатывали деньги, чтобы обустроить себе какое-то логово семейное. Кстати, у нас в заказчиках практически нет госслужащих. Слушай, а это очень круто, да? Вот. То есть у нас люди, которые, ну, в основном, я вот так анализ проводил, у нас в основном люди, которые, деятели, предприниматели, которые зарабатывают деньги, ну, своими руками, своей головой. Это очень приятно, потому что они знают, как их вложить. У них нет вот этого завтра все должно быть готово, вот, неважно как, и потом там какие-то еще вопросы возникают. И от этого мне всегда становится приятно. Во-первых, мы делаем хорошее дело, а во-вторых, делая вот это дело, тавтология небольшая, она, ну, наша работа подтягивает в целом рынок ландшафтный. Вот, потому что мы каждый сезон, каждый месяц, каждую неделю все равно ставим себе планку выше. Это круто. Люди на это смотрят, ну, мы открыто показываем, как мы работаем, это очень хорошо, да? Я считаю, что у нас нет секретов каких-то. Мы не покупаем голые корни, не продаем его как себя. Да, мы все равно обсуждали это. Поэтому люди подтягиваются. Это очень классно. Вот у нас, к сожалению, не хватает времени на то, чтобы делать какие-то там, не знаю, семинары, обучалки. Может быть, когда-нибудь до этого дойдем. А пока мы просто примером своей работы заражаем других людей. И, возможно, я не исключаю, что некоторые люди, которые смотрят на ландшафт как на деньги, они все-таки переходят к идее. Вот смотри, тогда еще один вопрос задам. Ты задал, ну, сказал ключевую фразу, это в том числе развитие рынка. Ну, ты как один из драйверов по развитию рынка, да? Как вот мы вчера же обсуждали. Ну, я не знаю, являюсь таким, нет. Нет, ну, давай так, смотри, любой человек, который привносит какие-то изменения, он уже является драйвером. Мы не рассматриваем долю рынка или что, это вообще эмпирическим путем только можно понять, правильно? Вопрос тогда. Тогда получается так, что тебе, если концепция есть развивать рынок, это, безусловно, надо что-то придумать, обучающие, ну, там, курсы, семинары, онлайн или не онлайн, ну, что-то вот такое. Ну, не хочется же делать курсы ради курсов или, там, курсы ради денег. Нет, естественно. Опять же, вот первое, что я тебя вчера называл, это идея. Во всем должна быть идея. Деньги, они, как бы, это хорошая составляющая, без них, ну, нет движения никакого. Оно нужно будет. Вот. Но в некоторых моментах, в некоторых нюансах, ну, у нас просто даже у компании такой подход, мы иногда идею ставим на первое место. Вот. Хотя это бизнес. Вот. В основном у нас все ставят деньги на первое место, но у нас, вот, наверное, поэтому и есть вот этот маленький секрет успеха, что у нас идея. Вот. И поэтому, чтобы создать какой-то продукт, ну, который будет обучать кого-либо и задавать какой-то тренд, нужно идею поставить на первое место и найти под это время все это создать. А чтобы все это создать, еще, ну, как бы, тяжело пока освободить. Очень много системных каких-то вопросов в компании, которые нужно уточнить, настроить. То есть мы каждый год что-то настраиваем, именно всю систематизацию работы. То есть у нас там в этом году появились руководители проектов и это облегчило, но сейчас мы будем прописывать технические карты, какие-то аспекты, азы для рабочих, потому что у нас все равно прибывают новые люди, возникают какие-то спорные ситуации. И чтобы у всех на это была, например, готовая инструкция. Ну, поэтому нужно сначала сейчас разобраться с этими вопросами, потом уже к обучалкам переходить. Все, круто. Спасибо за ответ. Ну, все, до встречи. Друзья, мы отобедали, сейчас мы едем в аэропорт и что приятно, сейчас самые интересные беседы начались, да? Олю я не снимаю, потому что Оля не снимается. Мы говорим о ландшафтном сети, об дизайне и прочее такое. Да, и по-прежнему нет птичек. Я, кстати, тоже внимательно на птичек начал обращать. У нас нет птиц в городе. Как ты понимаешь, как ты там выглядишь? Она же в телефон смотришь, ну, там можно подрегулировать. А она что снимает? А она широкоугольная же. Она все снимает? Да, она все снимает. И поэтому, когда я говорю, Оля, которая не снимается, ты в кадрах в вакцах, причем... Она, смотри, там лиза отражает, здесь отражает лопа, у нее, короче, зеркальная история. Да, да, да. И происходит чипирование мое, да? И антивакс. Она уже давно произошла. И вакцинирование. А что, у меня потом черным трюк? Так, ну, а у нас новая рубрика. Задай умный татарский вопрос. Значит, вопрос будет такой. По твоему мнению, в ландшафтной компании какие вопросы нужно всегда отдавать на аутсорсинг? Ну, в какой-то профильной организации. Что не должна делать сама ландшафтная компания? На мастерах. Нет, я не про это. А что еще? Ну, самолеты, да? Ну, да. Нет, я про то, что, например, дренаж. Вот в компании Костиль дренаж отдается на суп подряд. Правильно? Последняя. Узкоспециализированной компании. Ну, верно? Компания называется Копатель или там как. Да. Вот. Понятно. Дальше. Автополив сам делаешь или отдаешь узкоспециализированной компании, которая занимается только поливом? Отдаем, но и то, и другое. Как бы есть, ну, точнее, нет наоборот, просто физической возможности это делать, но при этом есть полное понимание, как это делать. Для ускорения процессов и для, скажем так, освобождения рук рабочих и головы своей, в первую очередь, отдается это все специализированным компаниям. А я, кстати, совсем другое вкладываю. Я, у меня это тоже все на суп подряде, я должен только заниматься растениями. И под моим чутким руководством, естественно, при моем полном согласовании и увлечении в процесс, эти вещи делает ну, узкоспециализированная компания. Причем, так как я и сам это умею делать, мы, ну, как бы на одном языке говорим, и невозможно меня там, ну, имеется в виду не обмануть, а ввести в заблуждение. Ну, по каким-то там моментам. Ну, понятно. Давай еще вот, что еще? Нет, ну, мы отдавали дорожки. Дорожки, все, бетон называется, да? Подожди, отдавали дорожки на бетон, и что мы в этом году сделали? Создали бригаду, которая делает у нас теперь дорожки. Так. И мощей не выполняет. Мощей не. Почему мы это сделали? Потому что на рынке разъебание, особенно со стороны строительства. Так. Вот, качество оставляет желать лучшего. Ты потолок снимаешь? Не, я не потолок, я нас снимаю. Короче, я считаю, что ландшафтная компания, она должна быть вывлечена во все процессы, связанные с садом. Но привлекать сторонних специалистов, но привлекать сторонних специалистов можно и даже нужно. Если есть силы это делать самостоятельно, погружаясь полностью на 100% работу, вот эту узкоспециализированную, то лучше это делать самим. То есть, все-таки развивать свои компетенции по этим вопросам и двигаться, да? Да, но мы ушли от комплексного благоустройства там 7-8 лет назад, и я сейчас к нему опять вернулись, потому что с подрядчиками, как бы подрядчики косячит, а ты за это отвечаешь. И вот кто-то у нас остался из подрядчиков, это автополив реально, уже больше 10 лет с ребятами сотрудничаем. Супер, ага. И вот с копателем, с Сергеем, да, начали сейчас работать очень плохо. Подренажем. Потому что очень все качественно, да, с мощением мы за последние 4 года столько, ну, просто когда у нас ели, что решили сами делать. И как результаты? Ровно то же самое с освещением, то есть как бы в электрике. В электрике, в принципе, нет ничего такого сверхъестественного. Тем более слаботочка, да, наверное, это? Это слаботочка же, наверное, даже? Нет, это слаботочка. Чаще мы, наоборот, сейчас делаем нормально, ну, как бы обычно 220. Ага. Слаботочка тоже делаем. Ну, просто суть в том, что там, когда есть проект, там ничего сложного нет. Там самое главное качественно все завязать, да, чтобы никаких не было секлов там. Все это грамотно проложить, уложить и настроить. Вот, но для этого всегда должен быть грамотный исполнитель. Некоторые электрики с маучки на коленке, да, там типа заизолировали изоленты. Вместо того, чтобы что-то там эпоксидкой изолить. Понятно. Или как-то нормальное соединение сделать. Да, да. Типа, и землю закопали, ой, через год кратнул, ой, а типа гарантия кончилась, да, мы там все это разбираем. Поэтому, короче, если есть возможность закрывать компетенции полностью, то лучше их закрывать самостоятельно. Все, я понял. Понятная точка зрения. Спасибо. Меньше, меньше будет вот этих вот конфликтов между направлением. Не-не, сейчас мне все понятно стало. Хорошо, спасибо. А мы мчим в аэропорт. И с нами Оля, которая не любит сниматься. Ну и подытожим. Последняя реплика. Вот я всегда своим коллегам по цеху говорю, что не бойтесь приглашать, ну, сильные компании к себе на, ну, на, ну, общий, как это, совместный проект. Да, это очень важно, потому что вот так и будешь развиваться, правильно? Вот мое мнение. Почему? Потому что тебе некоторый участник рынка, да нет, да нафиг надо, да я там сам. Я говорю, а как по-другому еще учиться? Ну, есть второй метод учебы, это пытаться напроситься там и участвовать в процессах там к ним, но надо ли это им? И зачем их напрягать? И вообще там, правильно? Это, я считаю, даже неэтично так просить. Вот некоторые просят же, вот так, а можно я приеду там, посмотрю, просто буду рядом? Блин, братан, да, конечно, секретов нету, но это крайне неудобно. Ну, и вообще неинтересно, а? Дискомфорт. Да, да, есть дискомфорт. Я, ко мне вот, когда просят там по обрезкам, я говорю, нет. Ну, я говорю, мне это просто неудобно, неприятно и вообще я не могу так, вот, все. А пригласить, не побояться, там еще что-то, это вообще круто. Да и вообще спросить. Да, спросить, спросить, да. Потому что я очень хочу поработать, например, с Артуром, очень хочу. То есть какой-то большой все равно проект будет, и я предложу ему, ну, так вот деньги, что он согласится. Ну, как бы, это-то, там, против денег же все равно не попрешь. Ну, если пригласили, достойно. Вести тотали. Так что вот, это наша завершающая реплика, мы уже подъезжаем к аэропорту, сейчас будем с ребятами прощаться, они поедут, полетят, а я поеду наконец-то домой. Что-то я сегодня подустал за два дня, после четырех бутылок вина я подустал. Все, мы прибыли в аэропорт, сейчас мы отдадим Диме багажник. О, это, наверное, с вами поет? Архитекторы. Сбирай. Видал, багажник какой, а? А, можно, можно, конечно, а что? Вот. Я тебе покажу. Давай. Сейчас договора сразу достанем. Нифига, приехал, сумки все возгружают. Группиак. Опачки. Все, давай, потом я разберусь, я почитаю. Все? А, все? А, папки, все, точно. Я думал, это уже договор. Нет, договор, я застал. Татары обычно уже с договоров, даже подписанный клиент, приезжает на первую встречу. И он уже подписан клиентам. Вот так вот, все. Сейчас, ребята, это... Оля опять дрожит, да? Ага. Так, закрываем. А, ты закрой, чтобы я руки не пачкал. Ага, спасибо. Оля. Давай, рад был видеть. Диман. Я тебе поцеловал тебя. Слушай, ну, мы каждый день, да? То руки, то нам смеются. Гомосейки. Все, давайте, пока. А, подарки-то... Только над тобой смеются. Ой. Слушайте, вы что? На, Тя. Так, Дима, тебе. Татарский подарок. И подарок номер два. Держите. Слушайте, может, пройдете с ним? Мало ли получится с губульмой, а? 250. 0,25 нет, да? Ну, давайте. Сдаем вам, брат. Сдаем. Это... Татарский подарок. Если чак-чак не нужен, тоже могу забрать. Все. Все, пока. Все, ребята, поехали. В губульму оставили. Так как ее не пропустят. Ну, все. А я погнал до дома до хаты. Вон, ребятушки, пошли. С пакетиками оранжевого цвета. Пока-пока, ребята.